Рак Всем привет Зашел к вам покурить Как дела Как вечер проходит Почему не спишь Так что еще время Хотя уже нормально Да вот только приехал И решил вот зайти Поздравляю с релизом Энкиду Вышел, красавчик Будем слушать обязательно Из Баренцева моря Привет Привет На самом деле По поводу Лайков На моем аккаунте Вот В инстаграме Не только я Сижу Вот Так что Так Айкас тема В будущем Мы сделаем мощную работу Чего Ребят Ребят Я не пишу Фиты Мне Постоянно пишут Про фиты Про какие-то Очень редко Пишу Фиты Очень редко Вот Вчера Ила Прислал Мне Демку Блин Очень Мне Залетела Демка Скорее всего Буду писать Потому что Именно Трек Прям Залетел Вот По поводу Всех событий Которые Сейчас Происходят Это конечно Печально Я только Не понимаю Почему Паблики Так разносят Вот эту Вот Всю хуйню Вот Именно Вот этот Весь Хейт Вот Эти Вот Все Бифы Склоки Прям Так Такое Ощущение Что Паблики Там Сайты Прямо Ждут Вот Это Вот Прям Чтобы Кинули Эту Кость Чтобы Кто-то Что-то Зацепился И Они На Этом Типа Поднимают Хайп Поднимают Там Подписчиков Блин Чуваки Вы же Сами Типа Подогреваете К этому Интерес Я Я Считаю Это Не Совсем Правильно Потому Что Я Не Хотел Сегодня Говорить Раньше Вот Как Было Раньше Что Было Раньше Но Раньше Было Больше Респекта Друг Другу Реально Я Знаю Как Всех Заебало Это Раньше А Вот Было Раньше Раньше Действительно Больше Было Респекта И мы Я Вспоминаю Наш клип Там Например Игра В реальную Жизнь Где мы Сумели Собрать Там Просто Огромное Количество Рэперов Только По одной Причине Мы их Смогли На тот Момент Собрать Потому Что Мы Нормально Друг Другу Относились Реально А Сегодня Я попадаю В ситуацию Когда Мои Друзья Когда Люди Которых Я уважаю Начинают Превращаться Это Начинает В какую-то Склоку Я себя Чувствую В этом Неудобно Все Больше И больше С каждым Днем Нагнетания Трэш Токинга И прочего 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 Вы Зачастую Не принимаете От людей Искренности Искренних Мыслей Искренних Эмоций А Каких-то Фальшивых Героев Которые Врут Вам В лицо Вы Возносите Просто Я Нахожусь По ту Сторону Как бы Этой Игры И мне Иногда Становится Обидно Что Очень Много Пролетает Как бы Фейка Который Вы Восхваляете Типа А Каких-то Ребят Которые Ну Пытаются Что-то Донести Вы Вы Хейтите Просто Я знаю Что Что такое Когда ты Например Там Молод Приходит Там Какая-то Популярность Люди Тебя Возносят А потом Эти же Люди Тебя Начинают Давить Это Неправильно Надо Ко всем С более С большей Терпимостью Относиться Именно Это Позволило Мне Так Долго Оставаться В игре То Что Я Всегда Пытался До конца Понять Каких-то Людей Потому что У меня Тоже Были И Стычки И Конфликты С Какими-то Рэперами И Давно И Особенно Это Происходило Тогда На фоне Первых Каких-то Подъемов Но Все Это Как-то Решалось И Все Это Как-то Ну Принималось Нормально Сейчас Просто Я не понимаю Что происходит Это Грустная Тема Расскажи Причину Ухода Из Рэпа Да Все Очень Просто Просто Ну Вот Этот Вот Вот Эти Рамки Надоели Рамки Рэпа Того Что От Меня Постоянно Ждут Чего-то Того Что Я Не Могу Дать Это Просто Ну Как Бы Надоело Поэтому Я Просто Ушел В музыку И В Какие-то Свои Идеи Ну Вот Казань Привет Так Вот О чем Я Когда Я Запускаю Эфир И Выражаю Да Я Не Грущу Нормально Я Просто Пытаюсь Донести Мысль Когда Я Запускаю Эфир И Например Респектую Кому-то В Эфире Это Никуда Не Попадает Вам Похуй Вам Похуй На мой Респект Многим Я не говорю Что Всем Но Большинству Вообще Насрать Кому Я Респектую Чья Музыка Мне Нравится Да Вообще Похуй Но Когда Если Мне Сейчас Стоит Начать Кого-то Хуесосить Говорить Что Кто-то Там Плохой Кто-то Блять Гондон Кто-то Что-то Как Сразу Набежит Народа Паблики Это Подхватят На сайте Об этом Напишут В комментах Будет Засер Сразу Будет Интерес Сразу Будет Разговор Что Это За Хуйня Я Не Понимаю Я Респектую Новой Школе Я Респектую Старой Школе Я Респектую Средней Школе Я Респектую Высшей Школе Низшей Школе Я Респектую Всем Школам Со Всех Сторон По Именам Я Могу По Именам Вам Назвать Сообщите Об этом Людям Сегодня День Мира День Респекта Я Объявляю Потому Что Я Не Могу Вывозить Ну Типа Все То Что Происходит Блять В Своей Голове Потому Что Раньше Такого Вадик Как Лос-Анджелес Братан Как Лос-Анджелес У меня Друг Просто В Лос-Анджелес И Вижу Он Смотрит Трансляцию Вот Интересно Мы Просто В холодной Москве У нас Зима Ну Нам Тоже Нормально Мы Обсуждаем Какие-то Моменты А Вот Что Я Что Я Говорил Почему Когда Я Выражаю Кому-то Респект Это Не Вырезается Не Идет Ни На Какие Паблики Почему Когда У У меня Был Конфликт Там Я Не Знаю Когда Была Зацепка С тем Же Шоком Это Сразу Разнеслось Об этом Все Стали Писать Говорить Вставлять Твиты Почему Почему Когда Я Выражаю Кому-то Респект Об Этом Вы Никуда Об Этом Вы Не Пишите Вы Пропускаете Это Мимо Ушей Почему 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 Пошли В Эту Сторону Почему Современный Хип-хоп В России Идет В Сторону Бифов И Вы Следите За Этим И На чью-то Сторону Становитесь Тем Самым Подогревая 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 Вот Это Все Потому Что Все Хотят Скандала Поэтому Проект Дом Два Настолько Популярен Потому Что Там Постоянно Какие-то Скандалы Скандалы Вы Рэп Скоро Превратите В Дом Два Блять Понимаете Не Участвуйте В Этом И Все Но Если Вы В Этом Участвуете Тогда Адекватно Понимайте В Чем Вы Участвуете Это Дизреспект Это Конечно Все Весело Но Этого Настолько Много Что Понятие Респект Оно Потерялось Не Совсем Потерялось А Начинает Теряться Потому Что Ну Ну Вот Так Вот Как То Это Это Печалит Потому Что Сегодня Я подумал Что Я не Знаю Блять Что Будет Вообще Дальше С Такими Этими Мы Отходим От Музыки Мы Начинаем Эти Эфиры В Инстаграме Блять Открыли Просто Ящик Пандоры Какой-то Дальше Будет Только Блять Веселей Понимаешь Вы Вот Там Говорите Что Там Он Неправ Этот Прав А этот Неправ А этот Прав Ребят Ну Блять Вы Никогда Не Ошибались Ни В Чем Вы Никогда Ни В Чем Не Ошибались Зачем Вы Кого-то Осуждаете Мне Непонятны Некоторые Вещи Я Я не Буду Улыбаться Сегодня Потому Что Мне Не Смешно Потому Что Мы Могли Бы Поехать С Кем Нибудь Куда Нибудь Собраться Встретиться Блять Нашим Рэп Братством Записать Песню Снять Совместный Клип Но Этого Не Происходит Потому Что Блять Мозги Начинают Блять Съедаться Деньгами Завистью И Главная Причина Всей Этой Хуйни Это Слушатели Которые Поддерживают Поддерживают Блять Бифа Поддерживают Войну Поддерживают Поднимание Одних И опускание Других Потому Что Рэп Стал Популярным Ну Мы Никогда Не Думали Что Когда Рэп Станет Популярным Все Будет Перерастать В Какие-то Конфликты Конфликт За Конфликтом Конфликт За Конфликтом Почему Мы Не Можем Делать Музыку Почему Вам Не Казалось Странным Что Я Да Я Сольный Исполнитель У Меня Есть Люди Которые Окружают Меня Рэперы Вам Не Казалось Странным Что Я Уже Очень Давно Не Появляюсь С ними Ни На Каких Фотографиях У Нас Не Выходит Совместных Клипов Совместных Альбомов Совместных Блядь Песен Вам Не Казалось Это Странным Вот Задумайтесь Вы Даже Об Этом Не Задумываетесь Вы Даже Не Знаете Что Происходит А Происходят Такие Вещи Что Мы Даже Не Общаемся Вы Это Вымышленная Семья Это Не Хип Хоп Поэтому Я Сказал Что Я Ухожу Из Вот Этого Рэпа Какого Придуманного Катя Катя Шугина Пишет Ты Сидишь Под Васей Это В твоем Вымышленном Мире Я Сижу Под Кем То Люди Несут Блядь Не Понимают Что Просто Просто Несут Ба 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 Просто Несут Не Зная Блядь Не Зная Как Мы Живем Не Зная Что Нам Приходится Чувствовать Люди Несут Несут Что Несут Какую-то Блядь Это Все Хуйня Нужно Добавить Адекватности Немножко В Разговор Да Вы скажете Это Типа Утопия Когда Рэперы Могут 30 Популярных Рэперов Собраться На Съемках Одного Клипа Вы Скажете Это Утопия Ну Мы Мы Делали Это Но Сейчас Это Невозможно Сделать Потому На Втором Звонке Мне Скажут Нет Я С Не Буду Участвовать На Четвертом Звонке Мне Скажут Нет Мне Это Не Интересно На Пятом На Шестом Звонке Мне Намекнут Про Деньги Вот Вам Вот Вам Ответ Рэп Это Все Это Не Рэп Уже Хотите Посмотреть Что Такой Рэп Включите Игру В Реальную Жизнь Где Мы Собрали Я Устану Перечислять И Вася И Джиган И Лок Док И Группа Центр И Ник Ван Молодой Пять Плюх Да Кого Там Только Не Было Мы Тогда Собрали Огромное Количество Рэперов В Один Клип И Все На Одной Съемочной Площадке Чувствовали Себя Нормально И Диджей Дли И Децл Все Были На Одной Съемочной Площадке Это Реальные Были Реальные Съемки Клипа Но Сегодня Представьте Если Я Хочу Собрать Такое Количество Людей Такое Количество Популярных Рэперов На Одной Площадке И Показать Их В одном Клипе Это Нереально Потому что Это Не Рэп Не Рэп В том Понятии Ну Это Конечно же Рэп Речитатив Но Это Уже Не то Нет Вкуса Вот этого Объединенности Конечно Многим Покажется Что я Говорю Какую-то Хуйню Наверное Но В связи С тем Что я Блядь Читаю На А я Как Человек Интересующийся И который Заходит На Паблики На Сайты Отзывы Читаю Разные Я Просто Последнее Время Рэпа Это И не Вижу Музыки Я вижу Какие-то Ну Обсуждения Непонятно Чего Но Мне бы Хотелось Искренне Хотелось Так Девчонки Вы хотите Танцевать Под техно Вот Собирайтесь И в клуб Сейчас Много В Москве Клубов Я думаю Где Танцевальная Музыка У меня Сегодня Как бы Серьезная Серьезные Мысли Мне бы Хотелось Искренно Искренно Искренне 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 Объединение Какого-то Реально Реально Я не Я не Я не пил Я абсолютно Трезвый Просто Говорю Я То Что Думаю Я Я приложу Много Усилий Чтобы Объединить Людей Внутри Культуры Пусть Сказали И При встрече С этим Лицом К лицу Это Оказывается Что это Просто была Пустышка Которая Просто Отнимала Мысли Отнимала Энергию Отнимала Нормальное Что-то Нормальное Что мы Пропустили Пока мы Как бы Занимались Непонятно Чем В тот Момент Когда я Писал Альбом Новый А записал Я его Достаточно Быстро Я Отпустил Это Все Отпустил Какие-то Вещи Которые Которые Меня Держали А именно Те вещи Которые Вы так Любите Какие-то Конфликты Какие-то На кого-то Зубы И Сразу Появилась Творческая Энергия Просто Надо Понять Одно Пока Вот это Вот Блядь Происходит Уровень Блядь Музыки Будет Падать По поводу Рэм Диги И Кизару Рэм Дигу Я знаю Давно У меня С ним Хорошие Отношения У нас С ним Есть Совместные Песни На днях Я отправил Ему Новый Музон Кизару Я Отношусь Очень Хорошо И Положительно Этот Человек Который Сделал Для меня Несколько Хороших Вещей За Которые Я Ему Благодарен Он Сделал Важные Вещи Как Я Могу Смотря Вот На То Что Разносят Паблики Сайты Вот Это Все Блядь Ну Солится Я Даже Не Вдумывался И Не Всматривался Кто В каких Эфирах Что Сказал Я Просто Смотрю На Это Со Стороны Мне Становится Просто Блядь За Это Все Немножко Больно За То Что Происходит Плюс Очень Многие Хотели Бы Моего Конфликта Тоже С Определенными Людьми Это Было Бы Идеально Но Этого Не Будет Мы Будем Играть По Другим Условиям Если Кто То Захочет Конфликта Со Мной То Это Быстро Закончится Но Нормальные Люди С Которыми Нам Предстоит Работать Пересекаться И Что То Делать Мы Будем Играть По Нормальным Человеческим Условиям Потому Что Немножко Это Все Начало Напрягать Поскольку Я Общаюсь Со Многими И Многих Многие Мне Близки Моему Сердцу Люди Меня Это Задевает Так Или Иначе И Мне Это Не Нравится Мне Это Не Нравится Мне Нравилось То Время Когда Мы Тусовались Когда Нас Было Много Вот То Время Охренительное Было Я имею Ввиду Если Взять Прям Вот Тусу Хип Хоп Вот Эта Вся Бежуха Мне Нравилось То Время Да Денег Было Не Так Много Как Сейчас В Культуре Я имею Ввиду Ну Ребята Если Бля Вы Начнете Эту Войну Бесконечную Деньги Вам Не Помогут Мы Конечно Можем Ну Бля Веселиться И Довести Это Все Бля До Абсурда Но Я Б Не Стал Так Делать И Я Б Не Стал И Я Бо Не Стал Ну Вот На месте Слушателей Зрителей Так Нападать На Людей На Артистов Не Надо У Всех У Каждого Из Вас Может Быть Трудное Что То В Жизни Трудный Момент И Когда На Вас Тоже Нападут Там С Обвинениями Совсем Вы Просто Почувствуете На Себе Я Не Особо В Курсе Кто Там Что Сказал Я Не Особо В Это Там Вникал Там В Какие Трансляции Кто С Чего Кого Задел Я Уже Увидел Просто Там По Факту Какие Там Чего Кого Куда То Я Я Конечно В Шоке Немного Пребываю Это Не Касается Только Отдельно Там Каких То Я Вообще Смотрю Там Какие То Интервью Там Дают Какая То Жесть Вообще Происходит Какие То Непонимания Какие То Блин Эти Как Я Всех Вас Буду Собирать Потом За Стол Хип Хопа Если Вы Все Сейчас Блядь Пересретесь Между Собой Нельзя Я Не Собираюсь Быть Никаким Там Блядь Миротворцем В хип Хопе Там Нести Там Ребята Давайте Жить Дружным Я Не За Этим Пришел Суда Чтобы Какую Хуйню Блядь Пресную Разглагольствовать Я Понимаю Что Бывают Конфликты Но Все Решается Все Можно Решить Человеческим Нормальным Языком Я И Сам Там Где-то Бывает Пиздану Какую Фигню Потом В прикол Там Не знаю У меня Свои Приколы Свой Троллинг И Вообще Своя Фигня Я Ну Мне Там Ладно Там Пишут Про Меня Там Уже Дизлайки Это Пофигу Поэтому Эфир Я сохранять Не буду Те Кто Сегодня Это Увидели Я Надеюсь Меня Поняли И С Пониманием Отнеслись И Я Надеюсь Что Надеюсь Когда-нибудь Будет Такой Клип Может Быть Даже В этом Году Где Соберется Там В одном Клипе 30 40 Ну 30 40 Это Я Конечно Перегнул Но Человек 20 25 Там Представители Русского Рэпа В одном Клипе Вот Это Вот Это Было Бы Просто Вышка Вот Это Было Бы Круто Вот 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 Такие Мысли Сегодня Было Куча Дел Я Только Вернулся Домой И Пока Я ездил Пока Я встречался С теми Семьи У меня Там Было Несколько Звонков И Я Так Заходил Еще Куда-то Там Смотрел Какие-то Новости Блин Я Просто Немножко Офигел Вообще Что Происходит Адекватов Конечно Много Хватает Неадекватов Хватает Там В комментах Там Где-то Че-то Я уже Даже Внимание На это Не хочу Я Просто Знаю Что Есть Адекватные Люди Я Просто Знаю Что Есть Адекватные Люди Которые Меня Поймут Вот Поэтому Поэтому Так Вот Ну и Да И Конечно В конце Я хотел Бы Закончить Что Эфир Нар Закончить Тем Что Слушайте Хорошую Музыку Хорошей Вам Ночи Всем Пока Все Просто